Ну, ты сама знаешь, да, что вас легче. Да, 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 не торопимся, крутим. Крутим, 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 крутим. Животи подкреженные. Подезлоглись очень. Крутим, крутим, крутим. Еще сжимаем, вы еще сжимаете, получается, да, мышцы спины гудит, бах, сдавливание идет. Оторвяйте мне, одни мне надо оторвать. Да, крутим ручки, а теперь ручки от себя еще выпрямляем. Вот, класс, 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 да. Да, крутим, крутим, крутим. Это потом состояние борьбы, когда бах, человек, чик, развернул, да, вот это вот, то, что вчера как раз Данилу показывал, пум, вот это вот приходилось. Я тут спросил, что-то. Да. Вот это вот с бревном, у меня вчера такие действия были. Поставили. Спинку прямо, сейчас еще будет круто. До потолка аккуратнее. Ну-ка, туда, да, да, и все, сейчас. Поднимать? Нет, поднимать, да. Закраницем. Оп, 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 оп. Аккуратно, не торопимся. И надо удержать в равновесии, наверху сколько вы сможете? В равновесии. Пробуем еще. Если чувствуете потолок, в ножках присели. Да. И теперь ручки от себя. Тих, 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 тих. Аккуратно, сейчас аккуратнее. Да, нормально, нормально, нормально. И теперь стараемся так же потихонечку отпускать. Да, 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 потихонечку, потихонечку. О-о-о-о. Хмли. Так, сделали, да? Еще раз готовы повтор? Скинку прямо. Приседаем вниз. А, вниз? Да. Мы сейчас с моей как сделаем. Приседаем вниз, поехали. Потихонечку. Приседаем, приседаем, приседаем. Потихонечку. Дышим спокойно, наблюдаем за своими ощущениями. Что там, два раза присели, да, как будто уже сотни присели по ощущениям. Приседаем потихонечку, 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 потихонечку. Выдохнули. А теперь поднимаем, поднимаем, поднимаем. Хотя бы сколько получится для вас. Надо удержать, поднять и удержать в балансе. Держи. Нормально? Рука целая? Хорошо? Опускаем. Потихонечку опускаем. 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 Тихонько. И теперь так же тихонечко встаем. Не торопимся. Не торопимся. Так что наш ряк реально не издевается. А-а-а, тихонечко встаем. Ох, класс, да? Жар пошел. Положите бревнышко. Клайку бы сейчас направило. Вообще бы классно. Ну вот, студенческое, да? Мы же не организуемся съездим. На выходных можно. Если есть прям желание, может, я договорюсь, сколько нам эта цена вопросов предстоит. Сколько. Ну, я думаю, пойдут навстречу. Там и так он доступно сделан. 20 рублей часа. Вот в начале весны. Да. С хороших людей, кто подарок-то. Светлый. Да, да, да. Там таких, это, других не особо любят. Все. По полюс? Да. Не, ну да, это мы знаем, как и бывают. А так, они все-таки приветствуются. Ну, хорошие, адекватные, сообразительные. Мы можем... Я попробую договориться, чтобы мы как приехали, сколько нам надо часов провести. Потому что, по идее, нам инструктора, не надо, мы все сами сделаем. Ну, там Саша, как раз, мы по субботам. Сантефик. Так, теперь смотрите, вот бревна, да? Ручками за бревнышку взялись, положили. Ножки, насколько мы сможем развести. И теперь наши любимейшие, да, после акцента на ноги сделали, физуху, да? Потихонечку начинают ножки расходиться. Да, задача так, чтобы вы так ноги развели, но короткие бревна до колен получится, надо на шпагатик присесть. Упор, спинка прямо. Ножки, посмотрите, как я делаю. Вот так вот, да, на пяточки, на пяточки вывели ножки, да? Да, 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 тянем, 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 тянем. Алла Валимировна, тянем. Тянем. Сели. Бревнок себе подвини. Я чуть не знаю, почему бревна не ходила, как ходила. Это локумент, который понятно для вас у тебя еще. Меня осужит, да? Меня осуждают. Это моя прерывная цена. Ты что, на тренировки не ходила, что ли, а? Я ее ни разу не видел. Да видел. Она тоже выздоравливает, если бы нам подкинуть. Все болеют. Подтягиваем к себе, максимально стараемся ножки развести, да. Подтягиваем, да. Спинку прямо. И теперь зацепились и поехали через зацепик за бревно на кончике коленочки выпрямляем. Да. Начинаем тянуть. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Через выдох. Разрешается стонать, кряхтеть, мучать, мурчать, там, что угодно. Вот так вот. Поехали, тянем. Аня, спинку прямо, ноги шире, 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 шире. Ножки прямо, натяни колени. Натяни колени. Вы натяни, натяни. Натяни прям пятками. Такое ощущение, что вы должны... Поджимками, как бы, надо коснуться пола, да, вот этими подколенками. Надо полу коснуться. Сейчас будет удобно, чтобы они под бревно были? Спинку прямо, да. Так, потихонечку тянемся вперед за бревно. В нашем случае зацепили за бревно, это как состояние зацепа. Давай, давай, пробуй, 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 пробуй. Пальцами поймал его. Давай чуть-чуть еще. Терпи, терпи, терпи. И потихонечку, через как есть, потихонечку, ну как, через как есть. Тянем, тянем, тянем. Прокрутить, посмотрели, влево, вправо, вправо, лево. Я знаю, Аня, трудно, я знаю. Правую ногу натяни, правую ногу натяни, да. Тянем. Это домашнее задание. Это домашнее задание, да. Батька. За неделю все это запорно. Тянем, тянем, тянем. Но у нас... Вы это все знаете, вы это все знаете. Нет, физику надо заниматься. Просто и все. Все это понятно, повторяется. Потому что можешь как этот... Снять бы видеоролик, чтобы у нас прокрутил. В интернете все есть. Мы для чего снимаем? Если обратить внимание, у нас стоит... У нас многие в деревнях находятся, и они физически не могут. Тут они... У них даже интернета нет. Они скачивают это видео. И друг другу копируют и смотрят. То есть очень много сельских там... Ну, это не сказать, что прям по всей России, но в разных местах. То есть люди вообще не знают этого. Хотя начинают заниматься, говорят, как будто мое родное. Я говорю, это всех родное. Мы знаем вот... Ну, что вы это говорите? Многие мне в ухо стоят. Вот, ты себе всем рассказываешь, недостойный там. Я говорю, да как нам? Я не могу ценить достойный, недостойный человек. А олигофренте генерал не поймет. Но если он поймет, он будет исправляться, он поменяется. В этом поменяется. Это какой-то нож, да? Он не может и овощи ездить, а можно любить. Это от тебя зависит, понимаешь? Но он все равно присутствует. Поэтому эти вещи даже можно не обсуждать. Ну, просто, да? Лучше пусть такая вещь, чем люди будут ходить, например, там... Эти... Смешанные единоборцы, звучат, что потом кому-то на улице от страха ударить и убить кого-то. Лучше пусть вот так вот будет проходить. Если я, например, ощутю... Ощущу на себе, что такое боль... Я никогда в жизни не буду хотеть причинить боль другое. А знаешь, что такое боль? Зачем страдать, тем более у мамы, папы, да, причинять кому-то страдание? Для чего? Ну, я сталкивался с этим. Да не только я, и Дарья, наверное, высказываю. Да вот, вы здесь наденете, пускайте, что-то не там... Пускайте в наш храм. Да нашего... Вот... Мое понимание. Да, даже тело не мое. Вот. Мне дали его, чтобы я здесь был. Механизм? Да. Как бы тискал. А скафандер? Ну да. Чтобы от воды плавать. Неудобно, но надо. Так и... Все правильно. Через выдох еще больше ноги разводим. Еще больше. Через выдох. Прям так... Еще больше разводим. В идеале я хочу увидеть, чтобы на... Ну, к Новому году, чтобы у вас... Хоть что-то получилось. Не хоть что-то, а чтобы было, ну, хотя бы на 10 сантиметров. Будете дома делать? Опять советую, рекомендуем, да, из своего личного опыта. Залезли в ванную ледяную. Прям несколько минут полежали, сколько сможете. А потом растяжку делать. Почему? Ты же умеешь. Когда холодные мышцы живут, если их в ледяном состоянии протянуть, они обратно не скомкаются. Когда отживание уже делали? Мы где-то нас заводим, в ледяной ручей, как бы речушка такая, да? По поясу, судороги свою. Мы там стоим, все вот эти вот обкаточку делаем, потом уходим и растяжку делаем. Закроем, пророком, чувствуем, чувствуем, где-то больно. То есть это обязательно. Да не надо как ван-дам, там, растягиватель, как шоу-линии, там, да, вот их руку, там, и прочее нет. Ну, по казаче, по скомороще, по лунски. Есть одна интересная такая вещь. У нас... Сейчас же разработали, да, как бы металлы там разные, или пластики, да? Он принимает форму любую. И вот, например, нагреешь, или там охладишь, он опять форму принимает. У нас тело, что-то типа такого. Только ум мешает. То есть если умственно этот зажимник брать, да, можно на шпагат как угодно. Если людей вводят в гипноз состояние, да, они там такие вещи, а потом ему бах, опять делают. А, как так там. Даже, он даже, простите, он даже не помнит, что у него так получалось. Еще, Даша, по команде, пожалуйста. По руководи. Давайте еще поднимемся немножечко. Мы постараемся сейчас носочки на себя натянуть. То есть как бы именно напрячь ту мышцу, которая у нас, как он сейчас болит, и тягивается. И из стороны в сторону покачаемся. Можно к ножку тянуться, а можно за бронюшкой держаться и просто бочком на нее стараться на ножку тянуть. А где он будет? Кто там сидит? Куруди хотя бы. Девочки сняли. Не Андрей Викторович? Я не знаю, 84-13. Я пытаюсь посмотреть, кто это, как обычный телефон. Крутой. Не знаю, ничего знакомого. Такие казачки. И вперед, на дворчике. Хорошо, значит, что ты душа. Но как жить как душа? Никто не объясняет. А, нету, нет, как никто. Баглогита. Ты прямо это, никто не объясняет. Объясняет. Просто не всем это надо. Вот и все. И не каждый к этому дорос. Потому что у всех шаблон сложился. Все равно все через тело все делают. Понимаешь? Ну, все идут так, как это. Потому что, ну, знаешь, наверное, ну, колье. Одно ножки. Одно ножки делали. Одним словом. Вот и все. Единицы должны приходить к этому пока, в данный момент. Пока время не поменяется. Как дед говорил, да? Вот если не дано человеку, но он не впихивает туда. Такого вреда будет. Но если получается ему переварить это, то два варианта. Либо с ума сойдет, это тоже хорошо. Ну, значит, так он отрешится от этого мира. Либо станет, но другим путем. Он, может быть, не совсем приемлемым до нормального человека. Он что-то, наверное, просветленного. Потому что оно... Оно все в пользу. Даже кто-то, если ртузь, кто бы жрал там, да, это, ну, в пользу, кто... Свернули. Ну, и в подокону по цене? Просто смотря, по чем вы заточены. Ну, грубо скажем, я... Ну, я умею по рукам летать. Да, и значит, я должен стать крутым в этом направлении. То есть, подметательным... А, это Анатольевич, ё-моё, после 4-13. Сейчас, с вашего позволения. А что там, Дрея, не видишь? Он в Москве еще. Мы с ним в Москву ездили, и он там остался. А что делают? В работе. Ну, и заехали еще в Сергий Фасад по храмам гулять. Алло. Да, слава богу. Ну, я скажу, что Андрей Николаевич еще там. Да, пока что приеду, ходю. Благодарю. Да. Ух! Класс! Ходил мой, пойдешь. Нормально, ничего. Сейчас Ана приму, поваляюсь, потом. У меня все руки, руки, а ноги классные. Расскажка никогда не делала. Мокторник, хотя бы, наверное, сделала. Да, 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 вот классно. Ну, в принципе, я считаю, что мы наверстаем вот этим пном. Надо ходить, и все. Оно все встанет постепенно. Это прям вот, ну, пусть по первому я, ну, как, ну, как дети сейчас. Ну, как только трудом, обхватываемся. Мы со временем, как, все приведет в машину. Это как всегда. Самое главное, голова еще, не забывать, вот, ну, практика. Остальное все это, вот, созидательный процесс. И мы это делаем, как это, и легко, ну, не мучаясь себя. У нас нет этого, у меня, ну, как бы, это, там, добиться каких-то, там, чтобы я там, ну, мастер-спорт в этом деле. Нет, это мне нужно для здоровья. Просто для того, чтобы я все работаю на в принципе. Я тебе нашел, вот, кантемалы, этот, замок, сребренный. Мне лучше сегодня перебирать, чтобы ты мог смог в баре, как-то. Да, да, вот так. Да, и колета там? Нет, у меня просто завязано все, мне кто-то сделает. А, давай-ка, давай-ка, давай-ка. Вот она. Да. У меня просто, это, на завязанной веревочке. Надо просто Синдии привезешь, если что-то такое сделать, что можно было снимать. Потому что я ждет, я уже, типа, я уже готовил все. Ну, все, вот оно. Надо же, сюда будет это ставить, да? Да. Как-то надо будет это, да? Порвать, мы все сделаем. Сделаем, да? Прокачали? Да. Подъем по стелке. Давай-давай, Владимир, не стесняйся. Брювна пустое, жат, прям раздрили. Сейчас наши любимейшие, да? Упор треугольничек, то есть, получается, через вот это действие треугольник, мы еще стену давим. А там что еще? Сдавливаем, да? Грудную мышцу. Это если я подумала, что на этой... Расстояние, примерно по отношению, если мы берем к стене, у нас градусов 30. Да, хорошо. Ну, да. Сначала поехали, Анечка, давай. Сначала не спеша. А, смотрите, какая штука. Руки, ноги, тело, все напряженное, не расставляется напряженное. Сначала чисто на носочках поехали. Ноги тоже напряженные, прям как это вот, как струны, да. На носочках, поехали, на носочках. На носочках. Левое-правое, как будто мы на носках бежим. Коленки не сгибаются. Руки напряженные. Живот напряженный. Все напряженное. Вот ручка, посмотрите. Вот так вот треугольник. Сжимаешь. Я вот, что с собой. Живот напряженный. Ноги напряженный. Поэтому, наносочках качается на носочках. Качается в носочках. Левое-правое, левое-правое, левое-правое. Да. Коленки прямые. Коленки прямые. Вы должны, чтобы груздеймушку вас зажгло. ноги зажду прицепсы, трицепсы, там все, аж огонь, локти выпрямим, локти выпрямим, пальцы вот так вот, прям в треугольник, вот так, чтобы они были, да. Так, теперь включаем коленки, но бедра тоже напряжены, включаем с коленками, так же носочки. Ну, у меня вот сегодня встречали ребята, все, слава Богу, а сейчас пока нет тренировки, как дела. Дышим. Зажил все, прекрасно. Дышим. Да. Дышим, живот напряженный, спина напряженная. Непряженный живот, каким образом, просто, вот я, встал, где-то в стенку упёрся. Вот я в стенку упёрся. Плеви, прямо. Кого-то стена, да? Я дышу полурдоха, вот это состояние должно быть вакуумного, я не полурдохом дышу, а у меня скорее всего я... Все, вы договорились. Не делаю? Все, ладно. Живой? Да, она у тебя все напрягает. Да, да, да. Постоянно, она потихоньку потом будет жир уходить, все вот это вот, достягивать, стягивать. Для приси состояния вот этой струны. Это трудно для понимания, я даже объяснить не понял. Понял, да? У меня, видишь, не хватает как бы темы, ну, можно было бы научить, там, нафряжь какой-нибудь там, спиньте, там еще что-нибудь. Все, я понял. Для себя. Да. Спинку прямо самое главное. Ноги напряженные, прям напряженнейшие, прям как это, как... Да, трудно. Это как будто мы в гору или что-то толкаем, или в гору бежим. Да, Сергей, побежали что-то. Сейчас. А теперь смотрите какая... Ну, слушайте, да? Вот мы делали прямо, а теперь мы, получается, с проворотом. С проворотиком. Разрешается кряхтеть, мычать там и прочее. Можно как лошадку так... Прыть бьет. Руки напряженные, все напряженное. Даже по возможности шею напрягите. Чуть не напрягался? Да. Руки напряженные, задницы напряженные, передницы напряженные. Все напряженное. Что запрягла? Напрягла, напрягла. Во. А теперь еще больше, амплитуднее поворот делаем. Мы как будто бы, если бы стена могла двигаться, да, мы как будто бы ее сдвигали. Да, Аня, да. Да. Каждую руку как будто толкаем, но руки не отрываются от стены. Не отрываются. Да. Оп. 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 Вот так вот я занимался. Батька! Батька! Сложи нашу. Сейчас выдуешь стену и все. Серьезно? Ай, ема, я не удивился бы если бы мы ее еще... Не, может быть все. Сейчас зал расширим, да? Все мы все поставим монолит. Не, на самом деле, вот что если, да, энергию запустить, у меня вот... Ну вот, я сейчас понимаю, что дед, это не сказки были, ну вернее сказки, да? Он разрывал прутья, разрывал оковы все эти, да камни вот так ломал. Ну, говорит, надо было себя держать в состоянии. И вот чтобы с ума не сойти, чтобы не умереть там от чахлости. Видите, целый день они там эти камни ломают, дороги вот эти делают. Я даже не знаю, какие-то, какие-то годы. То есть делаю, делаю, делаю. Мало того, он постоянно этим кирками махал, так еще потом что-то нервал, ломал. И только же мысль одна была, как оттуда свалить. Как делать было? На каторжные? Ну, типа, да, каторжные, как. Ну, вот, говорят там казаки, там воины Христовы, да он разбойником был. Он очень жестокий. Не то, что он жестокий, он не солист, не какой-то дегенерат, не защитный. Мое не узнавать? Нет, просто вообще, нет, не было жалости, он у нас-то не жалел. Он просто, это как бы как обязательство было, да, что он должен был с нами заниматься. От него, он улыбался только если какая-нибудь там, ну, какая-нибудь забавная история, а так нет. Так, ну, суровый. И испытывал, когда общался с ним, да, я понимал, взрослые даже, вот, ребята, мужчины, да, некое чувство восторга и в то же время прям это, прям трепет. Я не знаю, я даже таких людей не встречал больше. Но это я много анализировал, да, ну, блин, уж это с детства мне так что-то показалось. Вот так, представляете, вот дерево там, ну, громадные сосны. Вот он шел, вот так ушел, вот так успокоен, ногами заходил, заходил за дерево, исчезал и появился, мог в другом месте вообще появляться. Просто или какой-нибудь громадный пиво, вот как у нас в руку, понимаете, сосна такого, только старая, ну, колода. Мы там на ней ходим, что-нибудь боремся. Он мог так, ааа, притворяется, что тяжело, такой раз, раз, раз. А потом в какой-то момент он ее, бах, и на руке прям бросаешь, вот так вот чудо это все. Нас ввалил еще в какой-то, мы могли, я лично, я забалдевал. Опять, вот раз, когда прошел, я думаю, это гон какой-то, да, у меня. Русаляш, за грибом смотришь, можно было мысленно, ну, не мысленно, а, возьми, я говорю, как он быстро рос, и так же обратно его можно было убрать. И так же можно рано лечить, все, любое, любое можно было вернуть и здесь. И это в чем? Я мог бы с православными, да, с христианами дискутировать, да нет, все по воле Бога, там, та-та-та. Я говорю, ну, как бы, ну, мы, допустим, условно, да, вот, мы часть его. Если наша воля сопоставима с волей природы, да, с волей Создателя Всевышнего Бога, там, как угодно, да, можно, ну, это объяснить, там, космосом, то, не влияя, не разрушая ничего, я могу управлять этими потоками энергии, то есть... Упоподобиться? Да. Упоподобиться, это называется ноубиотиноз, когда ты входишь в эту структуру, у тебя вода, еда, грибы, понимаешь, как бы, в тебе есть тело растения, тело гриба, тело камня. У минерала, да. У минерала, да. Нет, в тебе есть. Соответственно, как ты умень сознания повышаешь до тела гриба, ты с грибом можешь вести дискуссию, понимаешь? Это все элементарно, это не сказки. Нет, я имею в виду в сказках, помните же, это были, там, мы разговаривали. Конечно, это элементарно, просто православные это могли делать, православные, только не то, что связь с христианством, а именно православные, понимаешь? Это церковь Сергея Радожцева, она, да, да, да. Просто. С политиками старались. С политиками старались. У них как раз вот и было видическое православие. Что такое православие? Христианство одетое на видическую культуру. Все. В принципе, это просто девушка. А на самом деле, все. Страшно, то сейчас много фанатиков пытаются, те же ты с казаков, да? Ну, очень много фанатиков, которые пытаются доказать, что там, и опять же вставят в укор, я не имею права никому ничего рассказывать. Я говорю, а как же, ну, люди, там, есть намного мудрее меня, которые информации больше. Нет, нельзя, это все наше. Ты враг казаков, ты все им говоришь и прочее, и прочее. Ну, это ладно, как бы это. Ну, что происходит, то и происходит. Смотрите, спинки тоже, да. Также можем разговаривать. Ножки чуть-чуть присели косолапим. Смотри, какая штука косолапимая. Плотность прикосновится. Если мы ножки разведем, да, если мы будем двигаться, у нас получается одно воздействие по ощущениям, да, как бы бах, вот по моим ощущениям, собственно, что я чуть-чуть разъедусь. Вот у меня, да, как бы бах, вот это состояние уже могут разойтись. Если мы ноги косолапим, то у меня как бы энергия, структура выстраивается в такой треугольничек, как некий кристалл получается. Я более себя комфортно чувствую. Ну, а мы это и тяжелее, вот это сделать. Больше как бы придавишность. Да. Теперь опять, животы, спинка прямо, животы. Мы крестцом, копчиком, мы животик прямо уплотнили. Ну, девчата, можно животик показывать по своим, да. Пробили, пробили, пробили. Спинку выровняли, ручки выняли, растеклись по стене. Всем своим телом растянулись. Коленки согнутые. Ребята, девчата, коленки согнутые. И начинаем потихонечку сползать по стене. Ноги не сползают. Ноги не сползают. Именно, ну, не расходятся. Сама спинка. Не торопясь. Затылок. Спина. Потихонечку. В конце, по итогу, могут даже колены сойтись. Ничего страшного, не переживайте. Потихонечку. Кстати, самые крутые техники, там, ММА, там, ребята. Серый, то что мы делаем, прикиньте. Крутые бойцы так тренируются. Всякий Конор Магрэдор. Там, прочее, прочее. Держим, держим, не падаем. Держим, спокойно, потихонечку спускай, не падаем. Тихо, тихо, держим. Держим. Сестренка, держись. Сестренки, держитесь. Братишки, держитесь. Потихонечку. Опускаем. Опускаемся, опускаемся. Опускаемся. А вот смысл сейчас, когда мы чувствуем бедра, таз, что в этом? Если мы начинаем ощущать свое тело, мы сможем потом контроль делать. Например, самый простой пример. Оторваломню ногу. Я должен переоформить это чувство. Я должен его вывести. Формашку поменять. Сиди. Без ноги. Все, ты другой. По ощущениям. Сейчас если брать, опять же, субъективное мое восприятие, может быть из-за опыта, я чувствую, как у меня все по телу кровь идет, поток. Я реально могу прогнать наверх, не смогу распространить. Ты можешь как-то много отрывать на фонтоне. Фонтон? На фетический остаток. Ты на нем действуешь. Почему? Когда у тебя рука болит, ее нет, а она болит. Все остается здесь все в принципе. Эта программа может быть в принципе, если правильно формулировать, то и без ног можно ходить образом. Представьте, 2000 год, Ростов, военный госпиталь. Ну, я лежу, получается, в генеральской палате. Меня туда положили умирать спокойно, но не умно. И начал когда ходить, хотя говорили, что ходить не буду, но начал выползать в общем, да? Как бы, ну, двигаться там с ребятами, общаюсь, все, а уже такая слава пошла, что нифига себе. Там парня вот так разворотил и живой остался, да как-то. Я общаюсь и ему, прикол не прикол, мне дружище такой стоит. Я говорю, серый, серый, серый. А что я сейчас показываю? А у него рук нету. Я смотрел, блин, ну, как привескаю ладошку. Да, говорит, а сейчас что показываю? Думаю, он такой, нифига себе красавец. А сейчас что показываю? Так, факт, да, показываю. То есть, пустой рукой, но он-то чувствует свои пальцы все? Я говорю, как ты видишь? А я вообще слепой, у меня глаза в крови все. То есть, да, я ничего не вижу, но я вижу вот это. Потом киноматрица такая вышла, да, прям по ощущению. Только не как зеленый, там, вот, цифру, да? А я прям реально понимаю, как это телек, ну, там, что-нибудь фарматики. Я рассказываю, что кино идет. Ну, как ты так, ну, фиг знает. Вибрации, я что, бум, и она сама в кровь выкладывается. Но у меня в свое время, я не знаю, как вот в этом плане, как наркотики повлияли, да, вот эту пронидолу там и прочее. Я, то, что, какие, ну, там многие, например, медсестры были, они нехорошие были. То есть, они очень, ну, плохие такие, ну, нехорошие, да, люди. Я видел, что это очень тяжелое. То есть, я прям реально видел, как, ну, вот, как вот кино демонов показывают. Вот прямо такие же. То есть, они подходили, там, у ребят все что-нибудь, ну, помогает. На самом деле, мы его забирали, да. Вот. Я ссылался опять на наркоту и думал, вот это вот. А, у тебя просто, самый наркотик, он ум расслаблял. Ум, он фиксирует образ, понимаешь? Твой ум сейчас данный морь, он даже если инопланетяны ходят, мы, когда они смотрим, мы их как людей воспринимаем. Так, значит, он здесь ум так созданно, нам так поставили здесь кредитовку. Что делать наркотик? Он убирает эту преграду, буфер этот уходит, и ты настоящий видишь. Понимаешь? Ухландо, у нас очень много не планетян, очень много. Ну, они здесь тоже тренируются на… Да, да. Мы как в лаборатории здесь, просто. Нормально, они здесь эксперименты проводят. Уберешься на земле, это типа институт, или казарм, или тюрьма, все в одном. Здесь надо пройти вот это испытание. А нам вот это вот тело того… Промент первой категории, мы или в духовный план, или в материальный, ну, как, проверочный или нет. И она в этот момент, можно так быть… Родные, вас стенки зря оторвались, мы еще нам надо сейчас встать. Ну, мы дальше продолжаем разговор. Ну, ну, вот, смотрите, все так легко, что ли. Сейчас надо нам встать. Упорчик сделаем. Можно так же разговаривать, если будут силы, можно даже это подискутировать о чем-то. Так. Сводим, выводим, все. А, еще какая… Он всегда… Пример приводил, говорит, помните Мюнхгаузен сказки. Кстати, про Мюнхгаузена. Прикол, вы знаете, что он написал свои записки после того, как был на русско-турецкой войне? Знаете об этом? Нет? Вот это Бармен Мюнхгаузен, в общем, на самом деле, по-другому звали. Он написал записки, как анонимные, да, этот, ну, приколы про русско-турецкую войну. И все, что было, на ядрах летали, все это, да, все это на самом деле было. И он потом свои записки опубликовал, и его вскрыли, ну, его друзья рассказали, что это он. Он так испугался, что он поменял, как его зовут на самом деле, и он уехал в какую-то другую месту. Он говорит, просто если узнаешь, что это я, говорит, за мной перейду. И вот где-то так говорил, а потом я уже мультики всяких про Мюнхгаузен, там, и кино, и прочее. Да, ну, даже фильмы, когда Мюнхгаузен поменял. Да. Для чего? Просто потому, что так надо. И интересно, фильм, тоже очень крутой, я люблю его смотреть. Там как раз, когда он со своей маркой диалог не разговаривает, понимали друг друга. И заходит охранник, что говорит, в тюрьме надо разговаривать, так нельзя общаться, понимаешь? Вот система, и когда его говорят, Барон, присоединяйтесь, к кому присоединяйтесь, понимаешь? Просто, получается, к системе, он вне системы был, понимаешь? И все, что ты давал, он за счет порядочности только вылазит, просто, напросто, понимаешь? Готовы? Поехали. Аньч, поторопились, поторопились, и давай, не столяйся. Поторопились. Какая установка, каким образом? Смотрите, у нас есть, вот позвоночек идет, у нас получается темечка и родничок. Вот это вот понимание, оно здесь вот сходится, я сейчас по своим ощущениям. Вот сходится, здесь как бы тоненький такой волосочек идет. Вот надо по ощущениям, чтобы у нас голова прямая была, надо мысленно представлять, что она вытягивает его. Даже можно, грубо говоря, с каждой фантомной рукой, да сами себя поднимаем. Но это можно как бы фантазией прям не заморачиваться сильно. Вытягиваем не через ноги, не через мышцу. Вытягиваемся, тянемся вверх. По состоянию как бы вот этот дух, да, нас вытягивает. Дух тянет, а тельце тянется. А тельце тянется. Понеслась. Чем медленнее мы это сделаем, тем лучше. Без рывков. Спинка, крестец полностью. Хорошо. Тянем, 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 тянем. О, классно. Давай, давай, они тебя ждем. Ножки отходят от стены. Дальше. Вот завидовка у нас включилась. Что-то жевает, что я умолю. Хочу. Энергия пошла, да, как он говорил. От звела до энергии идет прям бар под это вот. Состояние по правде. Ножки дальше отходим. Получается на плечах держим. Таз все оторвали от стены. На плечах держимся. Можно ручки подстрахуй такую сделать. на всякий случай к стеночке, да, чтобы если кувыркнешь, чтобы держаться. Поехали. Отходим. Тихо, тихо, тихо. Носки скользят. Тихо, тихо, тихо. Да, у меня тоже скользят. Вот я, например, тихо, уровень дошел, да, Сой? Теперь аккуратненько ручками и начинаем делать аккуратненько мостик на стенке. Да. Тихо, тихо, тихо. Я вот еще могу подать, сейчас подвиниться. Опа. И сколько можем, опускаемся вниз. Опа. Крутая суворова. Опа. Теперь поднимаемся вверх. Опа. 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 Не, это все, это с...